Взрывы в аннексированном России Крыму Можете обо мне узнать более подробно Есть целый плейлист Об этом, который так и называется Обо мне А сейчас мы поговорим о том, что собственно произошло Итак Вот по данным Радио Свобода, например Говорится о том, что Украинский беспилотник Вечером в понедельник В районе города Джанкой В аннексированном Крыму произошли взрывы Местные жители сообщают, что они слышали Стрельбу И что Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов Сообщил, что один человек ранен По некоторым предварительным данным Поврежденный жилой дом Получил повреждения Вполне возможно магазин И может быть даже школа По другим данным Но на самом деле взрывы произошли В районе железнодорожной ветки В частности Железные дороги Крыма используются Для подвоза российским войскам Военной техники и боеприпасов Украинские войска сообщают Об атаке беспилотников Вот часть видео Ай-яй-яй Не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал? По данным украинской стороны Говорится о том, что По территории Крымии Перевозились российские ракеты Калибр Киен И они вот как раз их перевозили По железной дороге И вот удар был нанесен По этому поезду Который перевозил эти ракеты И вот поэтому произошел такой большой взрыв Эти ракеты Созданы для того, чтобы их запускали С кораблей Российского военно-морского флота Их расстояние На котором они могут достигать цели Это 2500 километров Или 1550 миль По земле Или 375 километров в море Игорь Ивин Российский глава администрации Джанко и оккупант Его цитируют Что он сказал, что Это были атака дронов И 33-летний человек Получил шрапнельное ранение От дрона Но он в госпитале находится И рассчитывает, что он выживет Вот что еще показывают Показывают местные жители Можем посмотреть Произошел вот такой взрыв Очень большой И если бы там не было ракет То естественно ничего бы Такого сильного взрыва бы не было Есть интересный канал На телеграме Это господин Чак Фаррер Я о нем вам уже говорила И показывала раньше его канал Вот где произошел сам взрыв И он рассказывает У него были вначале Какие-то подозрения На тему того, что может быть Атакамс ракеты были использованы Которых у Украины нет Но говорит, что Он же сам опубликовал карту По которой говорит, что В принципе это мог быть и Хаймарс То есть по расстоянию это совпадает Но это как бы спекуляции На мой взгляд Потому что Есть данные с обеих сторон Подтверждают, что это была атака дрона На самом деле пока Насколько я знаю Конкретной 100% информации нет И вот на этом мы остановимся То есть мы спекулировать не будем Факт состоит в том, что Действительно Это был взрыв Боеприпасов Причем не просто боеприпасов Я склонна Считать, что это действительно были Вот такие ракеты Калибр Ну что Украина говорит на эту тему А Украина говорит, что Нам все равно Почему произошли эти взрывы Мы хотим побольше таких Потому что Россия на Украину напала Если вам интересно У меня есть целый плейлист О том, что произошло в Крыму Но, к сожалению Большая часть Это сейчас На английском языке Я собираюсь этот плейлист переводить Но достаточно будет посмотреть Даже кратко о войне в Украине Плейлист И там будет ясно сказано Что и точно так же Важно знать о войне в Украине Первые видео Если вы посмотрите То это была Ничем не спровоцированная Агрессия России Под предводительством Игоря Гиркина Стрелкова Офицера ФСБ на тот момент А также Плотницкого Который тоже был офицером ФСБ На тот момент Несмотря на то, что они это скрывали Этот факт доказан Стрелков сам подтверждает Лично Что он начал войну в Украине И так оно и произошло Когда Многотысячная Российская армия Вторглась в Крым И захватила полуостров В данном случае Я также привожу данные О том, что Были проведены Исследования общественного мнения Независимыми международными организациями И в 2011 И в 2013 году И таких было много Я привожу только два Вот И говорится о том, что При всем выборе Который был дан респондентам Без какого-то давления На них Потому что это никому было не нужно В 2013 году 67% жителей Крыма Хотели быть в составе Украины Хотя им был дан выбор А не хотите ли вы Чтобы Крым отдали России Поэтому Говорить о том, что Крымчане чего-то там хотели То есть Это Грязная война Которую Россия развязала В 2014 году В результате Которой гибнут Украинцы Россия захватила Их территории И вот это вот Сейчас все проводят Крым Это территория Украины Украина Защищает свою страну И хочу закончить это видео На положительной ноте О том, как Украинские моряки Спасли Российских моряков Терпящих бедствия В Тихом океане Причем капитан сказал Что он из Мариуполя Это статья о Сибирреале Это часть Радио Либерти Вот Что произошло Российский тримаран Russian Ocean Way Который совершал Кругосветное плавание Оказался Попал сильный шторм Где-то В 850 Миль К востоку От острова Пасхи И в 1000 миль От берегов Чили 16 марта Потерпел крушение И начал тонуть Троих россиян Которые были на борту Спас экипаж Украинского балкера Союнион Об этом событии Рассказал капитан Российского судна Станислав Березкин Он говорит о том Что они вышли в плавание В июле 2022 года Из Кронштадта Прошли с тех пор Более 13 300 морских миль Вдоль берегов 13 государств Но вот Попали в шторм 40 узлов Который Случился неподалеку От Латинской Америки И почти Потопил судно И едва не погубил Их самих В состав экипажа Входили Станислав Березкин Из Новосибирска Евгений Ковалевский Из Томска И Егор Мурзелеев Из Набережных Челнов Который сейчас живет В Бразилии Все участники Российской экспедиции Остались живы Благодаря действиям Экипажу Украинского балкера Союнион Они смогли Поднять их на борт И оказать им Медицинскую помощь И сейчас На Сухогрузии Этот экипаж Российский Движется обратно В Чили Ну они Как я поняла Войну не обсуждали Особенно Но капитан сказал Что он из Мариуполя Вынужден был Покинуть свой город В результате Российской Окупации И российской Агрессии Тем не менее Оба экипажа Смогли подняться Над политическими Разногласиями И протянуть Украинский экипаж Протянул Российскому руку Помощи Потому что В море Как говорят Моряки В общем-то До Бога Рукой подать И все Какие-то Другие моменты Отступают на второй план Когда один Человек должен Помочь другому человеку И вот Украинские моряки Именно так и поступили И российские моряки Им за это благодарны И Меня вот просто возмущает Что Владимир Путин И Россия Развязали эту чудовищную войну В Украине Терзали эту страну Восемь лет Потом перешли К полномасштабному вторжению Массово убивают там людей Когда И пытаются отбросить Хуже всего Весь мир Назад на столетие Когда были цари и короли Которые устраивали войны Когда им заблагорассудится Убивали массово людей Мир от этого ушел Давно Именно поэтому В мире не случалось Крупных войн Мы жили в самом Спокойном Периоде Историческом Когда происходило Наименьшее количество войн И в этих войнах Гибло наименьшее количество людей Пока Путин Не развязал самую кровавую войну В Европе Со времен Царой мировой войны Но тем не менее У мира есть надежда Например Вот эти моряки Которые смогли подняться Вот над этим Путина надо остановить Эта война должна прекратиться Необходимо помогать Украине Необходимо бороться с пропагандой И объяснять правду Об этой войне И о том Что творит Россия На территории Украины Итак Хорошего вам дня или вечера Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok